Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Принято считать, что супергерои носят плащи и яркие костюмы, но в жизни ими могут стать обычные люди. Мы хотим поделиться с вами историей, которая доказывает, что даже самые маленькие из нас способны изменить мир к лучшему. Речь пойдет о девятилетнем мальчике Павле Абрамове, художнике из города Арзамаса в Нижнем Новгороде. Он решил совместить свою любовь к искусству и помощь бездомным животным. Как? Мальчик пишет красивые портреты домашних животных и обменивает их на еду, которую отдает местному приюту. Проект «Добрая кисть». Павел и его мама Екатерина Большакова создали проект около года назад. Мальчик однажды пережил потерю четвероногого друга Барсика. Вся семья горевала об этом. Но Павел захотел направить свою энергию во что-то хорошее. Он больше не мог игнорировать проблему бездомных животных, бродящих по улицам города. То, что он сделал, показывает, что любой человек может помочь по-своему. Екатерина и Павел создали в соцсети группу под названием «На что способен маленький волонтер?». Они хотят показать, что даже маленький человек может принести позитивные изменения в окружающий мир. Павел не имеет помощи со стороны фондов и организаций. У него нет менеджеров и других работников, но у него огромное сердце и неоспоримый талант. Что же он делает? Как мы говорили, мальчик пишет портреты реальных домашних животных. Хозяева делают заказы, а затем в обмен на картины они отдают каши, мясо и другие продукты для животных. Паша очень скрупулезный в работе. Он интересуется, как люди познакомились со своими питомцами. А когда отдает заказы, то сам встречает этих животных, которых изображал на холстах. Успех проекта. Эта социальная инициатива уже распространилась за пределы города Арзамас. Любители животных по всей стране и даже из-за рубежа заказывают портреты своих питомцев у Павла. И в рисунке уже отправились в Испанию, Германию и многие другие страны. Паша самый молодой волонтер единственного в Арзамасе приюта для животных, в котором находятся более ста собак. В обмен на картины он просит еды, предметы домашнего обихода и аксессуары. Все зависит от того, что нужно приюту в данный момент. Мама мальчика, Екатерина, призналась. Наша семья гордится его замечательным проектом. Все его дни расписаны по минутам. Он хочет успеть сделать все, но иногда ему не хватает времени. Павел мечтает стать архитектором и построить большой приют в будущем. А пока он будет помогать своим творчествам для того, чтобы улучшить жизни бездомных животных. А вы бы хотели принять участие в таком проекте? Напишите в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании. Сайт Астроумно.